Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я живу в пятиэтажном доме на четвертом этаже в подъезде 15 квартиры. Последнее время кто-то неизвестный зачем-то пакатит у меня под дверью. Все сваляется в подъезде, даже сваляется на первом этаже. Кому-то не лень все подобрать и бросить меня под дверь. Или воткнуть в дверь. Например, под дверь могут бросить чужой коврик, который лежал перед дорогом в другую квартиру. Использованный одноразовый шприц, пустую бутылку из-под пива. В дверь втыкают счета за свет и комуслуги со всех квартир. На первом этаже они торчали в почтовых ящиках. Сегодня они все торчали в моей двери. Еще на первом этаже на стене было приклеено скотчем объявлений. Вчера его оборвали, приклеили на мою дверь. Если это кто-то из подъезда, мне никого даже подозревать. Я совсем живу мирно. Не было конфликтов ни с кем сроду. Живу тихо, гулянкнув с траву. Как вы думаете как этот факт? Можно и сталкивать с точки зрения психологии. Ведь тот кто это делает, но не хочет мне что-то сказать. Как вы думаете что? На попытку до сих пор чужие не думают паркировали бы что-то магическое. Перья, иголки, булатки. А паркировали бы обычные бытовые вещи. Либо из нашего подъезда, либо как я писал, бутылки шприцей. Меня пугает такое поведение неизвестного человека. Я даже не знаю как его выследить. Мне кажется что данный вопрос не совсем конечно можно отнести к разряду психологических. Потому что ну во первых гадать тут на мой взгляд вообще нет смысла. Ибо это может быть все что угодно. Людей странных довольно много. Людей которые ведут себя непонятным образом. Для, ну словно говоря, для вот к примеру, ну для других тоже достаточно много. Поэтому я бы здесь лично не предпринимал таких каких-то серьезных попыток понять, что хочет вам сказать, ну как бы этот человек. Маму взгляд понять его логику, понять его мышление вам будет невозможно. Потому что ну мышление, мышление у людей, у всех людей разное. И соответственно я бы, ну я бы просто сказал бы, что в каком-то смысле да, вы товарищу чем-то не угодили. Вообще я бы сказал так, что довольно легко не угодить людям, да, если вот так скажем, живешь как-то со всеми мирно, тихо и так далее. То есть возможно кто-то видит вас слишком идеально и считает, что раз вы чересчур идеальны, то вам нужно как раз таки вот попортить жизнь, чтобы вы не были идеальны. Возможно кто-то вам элементарно завидуют, но никогда, например, ну никогда, например, этого не признают, да, то есть, то есть, ну скорее всего кто-то вам завидует. Вы говорите, что со всеми живете мирно и подозревать вам некого, в принципе это хорошо. Но на мой взгляд тот факт, что вы живете со всеми людьми мирно, совершенно не означает, ну совершенно не означает того, что вам может кто-то завидовать. Вот, то есть, к сожалению, тот факт, что вы живете с кем-то мирно, никак не исключает и не убирает того факта, что, значит, кто-то, кто-то, кто-то вас может, например, недолюбливать и элементарно не говорить вам этого в лицо. То есть, тут в этом смысле меня удивляет некоторая ваша наивность, потому что, ну вы как-то вот склонны воспринимать все за чистую монету в данном случае, ну вот, хотя на мой взгляд воспринимать все как чистую монету не стоит. Особенно, вот, как было при общении с людьми. Вот. То, что вас пугает подобное поведение, это нормально, конечно. Тут вы, на мой взгляд, можете сделать несколько вещей. Во-первых, вы можете обратиться в полицию и написать заявление, чтобы, значит, полиция предприняла какие-то действия. Вот. Я думаю, что эти действия вполне полезны по силам, вот, потому что есть, ну, прямая угроза, условно говоря, вашей безопасности и, возможно, даже здоровью и так далее. Вот. То есть, то, что происходит, это, ну, вообще, как бы, наказуемое преступление, вот, как минимум, наказуемое деяние, как минимум административного характера. Вот. То есть, уголовное вряд ли, а вот административное вполне. Вы можете, если не хотите обращаться, значит, если вы не хотите обращаться в полицию, то вы можете, если вы хорошо общаетесь с жителями своего дома, вот, вы можете, в принципе, организовать, инициировать собрание, где на собрание просто описать эту ситуацию и попросить жителей вам помочь. Но, мой взгляд, это вполне закономерное и естественное поведение. Особенно при условии, если вы, как вы говорите, хорошо, ну, хорошо общаетесь с жителями дома, с соседями и так далее. Вот. Не то, чтобы у меня возникали в этом сомнения, ни в коем случае нет, но просто мне лично, допустим, показалось, что как-то слишком в данном случае правильно вы живёте. Не в том смысле, что вы живёте скучно, а в том смысле, что если вы действительно стараетесь делать всё по правилам, если вы на самом деле живёте вот максимально, как бы, размером и так далее, то это легко может вызвать недовольство у кого-либо. Ну и, наконец, последнее, о чём я скажу сейчас, но первое, что мне пришло в голову. Вполне возможно, что вы кому-то понравились. Вполне возможно, что вы кому-то понравились. Этот человек, тот, кому вы понравились, этот человек, как мне кажется, может вести себя так. Это очень похоже на, к сожалению, такое, знаете, невзрослое, детское, крайне незрелое поведение человека, который, ну вот, ведёт себя как ребёнок, да, и который, ну, к моему большому сожалению, к моему большому сожалению позволяет себе совершенно неприемлемые вещи. Очень часто, если человек убеждён, если человек убеждён в том, что у него что-то не получится, если человек убеждён в том, что что-то для него не достижимо, он начинает пытаться это принять, начинаю пытаться это как-то обесценивать, начинаю пытаться как-то это, так скажем, ну, в своих глазах, в своих глазах, да, как-то вот сделать это, скажем так, минимально значимым для себя, вот. Очень многие люди таким грешат, не стоит думать, что это какая-то романтика или какие-то, какие-то, какая-то кинематографичность и прочее, 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 нет, это реальность, в которой человек вполне может, может прозревать, вот в этой реальности, на мой взгляд, и можете оказаться и вы. Поэтому я бы здесь вам порекомендовал бы в первую очередь наверное внимательно подумать над тем, а не могло ли вот такого быть, что кому-то вы понравились. Нет ли у вас таких, таких в окружении людей, которые ведут себя чрезвычайно, 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 скажем так, эм, 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 скованно и так далее. Вот, не могу ли такое быть, что, что, эм, ну, что кому-то вы понравились. Вот. Конечно, может быть вариант еще и такого плана, что элементарно это действительно не из вашего дома. То есть элементарно может быть ситуация, при которой, эм, человек, который все это делает, эм, просто вхож в дом к, эм, ну, кому-то из соседей ваших, да, и, соответственно, этот человек уже, э, а не кто-то из ваших соседей, э, действует вот таким не очень хорошим образом. Вот. Это тоже вполне может быть. Это реально. Вот. Поэтому так важна помощь, э, людей, с которыми вы, э, проживаете, поэтому так важно, чтобы вы обратились за поддержкой к людям, чтобы вы посвятили свою проблему. Если, э, вы, ну, если, как вы говорите, вы и находитесь с ними в хороших отношениях, то, на мой взгляд, вам люди с радостью помогут и никаких, в общем, проблем, на мой взгляд, э, возник, возникнет здесь не должно. Вот. Конечно, имеет смысл не игнорировать, э, вашу, э, так, так скажем, э, э, тревогу, да, ваш страх, потому что, я повторюсь, он вполне, э, обоснован, вот. Имеет смысл это не игнорировать. То есть, если у вас есть возможность, то лучше обзавестись легальными, э, э, средствами индивидуальной обороны, вот. На всякий случай. Если у вас есть возможность, то имеет смысл, э, не жить одной вообще это, вот, с точки зрения психологии, это немного, как раз таки, э, э, измышает в этой ситуации, что, как будто бы вы живете одна, если, э, э, если вы действительно живете одна, у вас нет отношений, если вы не развлекаетесь никак, так, что вот это, э, э, скорее всего является, э, той самой, э, проблемой, которую мог бы помочь вам решить психолог. Что важно понять? А, важно понять, что само по себе действие, с точки зрения психологии, является агрессией. То есть, вы спрашиваете о том, что хочет сказать человек, а, скорее всего, именно сказать вам не хочет ничего. Это агрессия. Это агрессия, направленная на вас. И агрессия может, может быть, как, э, происходить от самого, от самого, от самого человека. Проистекать может агрессия, как от самого человека. Да, то есть, то есть, это может быть связано, ну, просто вот непосредственно с тем, что у человека есть какая-то агрессия, он просто нашел способ, э, э, так скажем, э, слить, слить ее на вас. Вот. То есть, с вами это может быть никак не связано, и, как бы, хотеть, э, сказать вам, человек может ничего не хотеть. Э, вот. Э, ну, просто, э, просто человек вот так вот, э, в этом смысле, да, э, обращает агрессия, отреагирует ее. Э, вот. Да, это ужасно, да, это, что называется, ни в какие ворота не лезет, но мы имеем, как бы, ну, мы имеем то, что имеем. То есть, нужно вот учитывать, что мы, э, мы имеем ту реальность, в которой мы живем, в которой, в которой мы живем, и, соответственно, в данном случае можно говорить о том, что, э, вот такая ситуация может, может быть. Вот. Это может быть и, э, результатом уже вашей собственной, э, модели поведения. То есть, если вы, э, с кем-то, да, если вы с кем-то, э, достаточно сдержанно себя ведете. Вот. Такое очень может быть, если вы с кем-то, э, достаточно сдержанно себя ведете, вот, то, э, вам может в ответ быть именно такая вот, э, 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 агрессивная модель поведения. То есть, если человек, как бы, чувствует, что вы себя сдерживаете, если человеку кажется, что, э, э, вы себя слишком, слишком контролируете, то это попытка вывести вас на эмоции. Вот. То есть, желание получить, ну, условно говоря, какую-то обратную, обратную связь от вас. Вот. Э, э, в обратной связи нет ничего, э, аномального, нет ничего, э, необычного, вот. Обратная связь, э, э, нужна очень многим людям. Очень многим людям ее не хватает. И очень многие люди не знают иного, иного способа получить эту самую обратную связь, кроме как, кроме как вывести человека на эмоции. Вы скажете глупо, вы скажете это по-детски, вы скажете это несерьезно, и вы будете правы. Но важно понимать, что все люди разные и у всех свой опыт. И у некоторых людей есть опыт только такого привлечения внимания, к сожалению. К моему большому сожалению, это довольно частое реальность, в которой живут люди. Вот. Это нужно учитывать, обязательно, если мы, если мы хотим, э, с этой ситуацией разобраться. Я думаю, что, э, подобное хулиганство, ну, по крайней мере, на мой взгляд и по моему опыту, довольно редко, э, переходит какие-то границы. Потому что, э, если человек способен на что-то большее, да, если человек, ну, может, если человек может, э, ну, позволить себе, э, что-то большее, то он, как правило, это себе позволяет сразу. Вот. Он не ждет, э, там, чего-то. Вот. Поэтому я не думаю, что это, э, как-то будет развиваться, честно говоря. Думаю, что, что, э, я не думаю, что это дойдет до каких-то других, э, ну, форм взаимодействия. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, э, безусловно стоит понимать, безусловно стоит понимать, что, хоть это и маловероятно, но это вполне, вполне возможно. И пускать эту ситуацию на самостёк нельзя. Более, что она носит такой довольно безобразный, э, достаточно агрессивный и явно целенаправленный характер. Ну, целенаправленный, в том смысле, что здесь, э, здесь явно, вот, на вас это, это, оно целено, и, как бы, явно здесь, э, целью является свой, вот. Соответственно, на самотелку допускать ни в коем случае нельзя, вам нужен какой-то план, вам нужен какой-то план, вам нужна какая-то, э, модель действий, вот, вам нужна какая-то защита, вам нужно хоть что-нибудь. Сейчас вы находитесь просто в подвеченном состоянии, э, в подвеченном состоянии, по большому счёту, и ничего больше, это, это вас вне всякого сомнения, э, вне всякого сомнения, э, подавляет, ну, потому что, как бы, не подавлять это, в принципе, не может, не может, не может, никак, вот. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за, по помощи вам она пригодится.